Добрый вечер. Как всегда в этот день и в этот час на телеканале «Вариант» программа «Врач на дом». Как всегда мы поговорим о том, что интересует и беспокоит жителей 33 региона и, разумеется, отдельно взятого города Владимиры. Сегодня у нас в гостях врач-эпидемиолог городской больницы номер 2, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Владимирской области Наталья Широбокова. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наталья Владимировна, я предлагаю начать, что называется, с ликбеза. Чем же занимается врач-эпидемиолог? Вроде бы из названия все ясно, но, тем не менее, в более развернутом виде хотелось бы понять. Наука эпидемиология изучает взаимодействие, закономерности взаимодействия, развития и распространения в популяции человека заболеваний. И изучает и разрабатывает меры, которые помогают контролировать эти заболевания. Традиционно считалось, ну, так сложилось исторически, что эпидемиология развивалась как наука об инфекционных заболеваниях. Но сейчас этот термин применяют не только к инфекционным заболеваниям, но и существуют такие понятия, как эпидемиология, например, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. И даже с помощью метода эпид-анализа, который используется, можно изучать любые, в общем-то, явления, которые происходят в популяции населения. Например, даже риск распространения дорожно-транспортных происшествий. За счет использования метода эпид-анализа. Ну, что касается ДТП, можно смело сказать, что у нас сейчас есть автомобильная эпидемия, машин много, поэтому и риски не идти. Про автомобиль я не специалист, а про эпидемиологию инфекционных заболеваний давайте расскажем телезрителям. Вот об этом мы говорим, но сейчас давайте примем первый звонок нашего телезрителя. Игорь до нас дозвонился. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Сергей, здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот натирание рта от сладких конфет, считается ли это каким-то эпидемиологическим риском? Употребление сладких конфет может быть фактором риска в развитии, может быть, каких-то заболеваний, эндокринных нарушений, сахарного диабета. Но больше пока ничего сказать не могу. Но это в любом случае чрезмерное употребление сладкого – это фактор риска. Ну, натирание рта. Я что-то такого и не слышал. Ну, что-то мы узнаем впервые. Это нормально. Вот, знаете, всегда было интересно, вот чем отличается эпидемия от пандемии? Ну, это больше все-таки количественное понятие. Вот инфекционные заболевания изучают много специалистов медицинского профиля. Например, микробиолог, он изучает возбудители, свойства его возбудителя. Значит, какие лекарства или какие дезинфицирующие средства воздействуют на этот возбудитель. Врач-инфекционист изучает, каким образом протекает болезнь, вызванная инфекционным агентом у человека, и как лечить этого человека, больного. Эпидемиология изучает процесс взаимодействия двух популяций. Популяции возбудителей, популяции человека, которые происходят в окружающей среде. И количественно понятно, что этот процесс может быть на разных коллективах различный. Если, например, у нас имеется, так называют, групповая заболеваемость, например, кишечными инфекциями в детском саду, мы это назовем или групповой заболеваемостью, или вспышкой, потому что это ограниченный контингент, ограниченный коллектив. Если, например, в пределах города или области говорят об эпидемии, эпидемии кори, не дай бог, в Владимирской области. Если этот эпид-процесс, то есть процесс взаимодействия двух популяций, не сдерживается никакими мерами и распространяется на весь мир, то есть охватывает разные континенты, это называется пандемией. Если я правильно понимаю, если я правильно помню, то предыдущая пандемия, пандемией коронавирусной инфекции, это была испанка, да? Это 1918 год. Да. Пандемии гриппа охватывают весь земной шар. И каким образом возбудитель может вызвать пандемию? Таким, что чаще всего это возбудитель новый, то есть тот возбудитель, которого раньше не было, с какими-то свойствами новыми, от которого большинство населения не защищено. Поэтому он и распространяется быстро, и охватывает все больше и больше этот контингент населения, которые еще не сформировали иммунитет против него, и которые не могут пока ничего ему противопоставить. Так же было и в 1918 году, когда была испанка, это был совершенно новый штамм гриппа. И так же было, например, в 2009 году, когда пришел тоже кардинально новый вот этот вот вирус, который мы теперь... Да, H1N1, который мы теперь называем пандемическим. Ну, теперь он уже не пандемический, он уже как бы на него сформировался коллективный иммунитет за несколько лет, и он уже не вызывает таких массовых заболеваний. Очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Дело все в том, что у меня заболела подруга. Заболела простудно, и я ей звонила. Вот позвонила вчера, звонила сегодня. Сегодня приходили к ней врачи, сказали, что у нее ковид. Но не... Но сказали, что у них нет лекарств сегодня, сегодня никакие они не дадут. Лекарства будут завтра. Это нормально? Вопрос поняли, спасибо. Вероятно, если врач сказал, что ковид, значит, каким-то образом он это подтвердил, и по клинической картине, и по результатам, видимо, мазка или экспресс-теста, да, или результаты ПЦР. Ну, к сожалению, времени уже достаточно много, но не круглосуточно выдают в поликлинике лекарства. Если обещали дать завтра, значит, дадут завтра. Ну, я так полагаю, что в любом случае, если врач сказал, что завтра, значит, это не критично. Да, конечно. Я думаю, что если бы, ну, как мне кажется, если бы была критическая ситуация, доктор, естественно, предпринял какие-то меры. Разумеется. Если бы были показания для госпитализации, например, ей предложили госпитализацию, вот, противовирусный препарат, значит, ну, если обещал человек, значит, получит завтра. Я рекомендую, значит, этой женщине, если завтра в течение какого-то времени, или можно просто с утра позвонить и уточнить в ту поликлинику, которой она приписана территориально, уточнить, когда можно получить лекарство. Ну, то есть, в принципе, нормальный, стандартный. Ну, это решаемый вопрос, да. Стандартная рабочая ситуация. Да, нужно обратиться к своему участковому терапевту или заведующему поликлинику. Наталья Владимировна, вот мы с вами говорили о пандемийных процессах, и вы так вот вскользь упомянули такое понятие, как сформировался коллективный иммунитет. Вот в среднем, сколько надо времени для того, чтобы этот коллективный иммунитет сформировался? Ну, либо на ваш взгляд, либо по какой-то научной литературе. Это смотря, какие меры мы будем принимать. Если вот, ну, возьмем тот же грипп 2009 года, вакцину выпустили, ну, довольно быстро, насколько я помню, в течение того же 2009 года уже была вакцина к осени. Стали прививать массово. Ну, то есть, вот смотрите, в течение нескольких лет уже заболеваемость именно этим штаммом гриппа была сведена, ну, к таким приемлемым, стандартным цифрам. Ну, то есть, несколько лет. Это если имеется сразу вакцина. А если такая болезнь, которая не контролируется в вакцинации, то есть мы иммунитет приобрести можем только переболев, то это надо ждать, пока переболеет достаточно большая часть населения, уж больше 60-70% точно. Очередной звонок до нас за ним с Татьяной. Татьяна, здравствуйте, говорите, пожалуйста. На осень, я не могу. И все поверили. Ну, непонятно. И еще раз, еще раз, пожалуйста, скажите свой вопрос, вы не расслышали, извините. Татьяна, у вас лучше говорить, пожалуйста. Ну, видимо, звонок сорвался. Продолжим нашу беседу. Вот, продолжим нашу беседу. То есть, формирование иммунитета зависит и от вакцины, от заболеваемости и прочь-прочь-прочь. Вот сейчас, вот как вы думаете, может быть, какой-то мере провокационный вопрос. COVID, он уже третий год у нас идет. Вот, на ваш взгляд, может быть, по вашим наблюдениям, может быть, по каким-то данным, сформировался ли у популяции человеческой ну, хоть какой-то иммунитет, и можем ли мы надеяться, что вот этот COVID уйдет в разряд выразов со временем? Очень бы хотелось на это надеяться. Чем скорее, тем лучше. Ой, разумеется, переболела очень большая часть населения. Очень большая часть населения вакцинирована. Вакцинирована причем неоднократно. Какой-то... Но ведь вирус, посмотрите, он меняется. Он меняется прямо на глазах. И даже, может быть, даже дело... Оставим мы эти всякие теории заговора. Допустим, предположим, что он меняется самостоятельно. Это, в принципе, может быть, потому что... Очень... Вот эта вот заболеваемость, она очень массовая, очень массированная. И вирусу есть где меняться. То есть вот восприимчивых этих организмов, которые посетил этот вирус, через которые он прошел, очень много, миллионы, да, в мире переболело. И возможности ему изменяться есть. И поэтому он приобретает новые свойства. Мы не знаем, вот... Тот вирус, который приходит сейчас, он... Насколько лица, переболевшие или иммунизированные, насколько они защищены вот от этого нового вируса. Мы не знаем. То есть исследований таких вот, как бы, я не видела. Но в любом случае, если это остается тот же самый, ну как, по видовой принадлежности, это тот же самый вирус COVID-19, да, его название не изменилось, значит, какой-то перекрестный иммунитет у данного конкретного человека, который либо переболел, либо вакцинируется вовремя, он все равно остается. То есть даже если он заболевает, он должен перенести это менее тяжело. Ну, в общем-то, мы это сейчас и видим. И у нас среди пациентов, и на мировом уровне. Ну, болеют сейчас легче, чем в начале эпидемии. Это как бы очевидно. Вот меньше госпитализируется, меньше таких тяжелых форм, меньше летальных исходов. Но это не значит, что их не может быть, потому что каждый организм индивидуален. Ну, в любом случае, скажем так, вирус немножечко успокаивается, как я понимаю. Да это Бог. Ну, вот так деликатно. Ну, у меня нет данных, и нет вообще вот права какие-то строить прогнозы, потому что это очень серьезное дело. Для этого нужен метод, и данные, ну, с прогнозированием, это тоже целая наука. Я этим пока не владею. Ну, давайте в таком случае поинтересуюсь я у вас. Какие болезни подстерегают нас в повседневной жизни? Прямо так вот подстерегают. Подстерегают, когда стоит опасаться, не знаю, чего ждать. Ну, понятно, говори бы... Да, сейчас я отвечу. Смотрите, мы уже говорили о том, что популяция человека и полпопуляция микроорганизмов. Микроорганизмов их очень много. И всю, в общем-то, историю человечества, они живут параллельно друг с другом. Поэтому инфекционные заболевания всегда были распространены. И, ну, вот, возьмем Владимирскую область. Например, по данным за 2021 год, за прошлый год, где-то 571 тысяча примерно было зарегистрировано инфекционных заболеваний в нашей области. Из них, как и всегда, как и раньше, наибольшее количество, где-то 83%, составляют грипп и ОРВИ. Ну, то есть ОРВИ и грипп. Грипп меньше значительно. Ну, то есть ОРВИ всегда превалируют в таком вот объеме. Ковида было примерно 10% от этих инфекционных заболеваний. Ну, и дальше другие. Вот, например, ОРВИ составляли 17%. Вирусные гепатиты продолжают 1,5%. Это немного, но они достаточно такие серьезные. Паразитарные болезни, где-то 10%. Воздушно-капельные инфекции, кроме ОРЗ и гриппа, ковида, составляют где-то 20%. И львиная доля из них составляет ветряная оспа. То есть это инфекция, которая пока у нас, вот на данном этапе, в нашей области не контролируется, вакцинно-профилактика. Социально значимые инфекции, где-то 4% это ВИЧ, туберкулез, сифилис. То есть разнообразие этих болезней очень большое. 74 нозологические формы были зарегистрированы в прошлом году. А вот вы сказали ветряная оспа, ну так называемая ветрянка, да? Ну в принципе, эту болезнь называют детской, по большому счету. То есть есть мнение, может быть я ошибаюсь, что если ребенок переболел, то человек один раз эту оспу перевалил, все, она уже к нему больше не прилипнет, да? Да. Но почему сейчас говорят о ветряной оспе? Мы тут затронули очень большую такую проблему. Вот почему, для чего делается вакцина? Переходим вот если плавно перейти к мерам борьбы, то основной метод борьбы с инфекционными болезнями, который общепризнан во всем мире наиболее эффективным, это вакцинация. И правительством Российской Федерации принята стратегия по иммунопрофилактике до 35-го года. Она была принята в конце 19-го года, то есть как раз перед пандемией ковида. Еще ничего не предвещало такого вот развития событий. И в этой концепции стратегии иммунопрофилактики указано о том, что будут расширяться календарь профилактических прививок для детей и для взрослых. И в том числе против ветряной оспы. Прививку хотели, ну и предполагается, ввести в национальный календарь. Для чего делается? Вот зачем вакцин, вот разработка вакцин, это ведь всегда очень дорого и очень тяжело и трудозатратно. Вакцины делаются для того, чтобы предотвратить заболевания тяжелые, которые приносят много летальных исходов, то есть предотвратить прямой ущерб для населения. И еще вакцины делаются против тех болезней, которые наносят большой экономический ущерб. Вот ветрянка, она с одной стороны как раз к этим болезням относится, потому что такая заболеваемость, она не просто человек переболел и все, это чаще всего ребенок, как вы сказали, который при этом не ходит в садик и мама вынуждена сидеть, это вот такие очень большие экономические затраты. Вот, поэтому внедрение, например, вакцинации, даже вот деньги, которые потратят на разработку вакцины, на создание ее, на саму работу по вакцинации, они все равно перекроют те затраты, которые бы возникли, если бы люди болели. Очень интересно. Ну вот, как раз если возвращаться к той же ветрянке, я знаю, что если человек в детстве не переболел, то он же во взрослом возрасте может ее подхватить. Может. И особенно опасна ветрянка для беременных. Да, мало хорошего. Я почему это с такой уверенностью говорю, потому что я сам подхватил ветрянку, мне, наверное, лет 37-38 было. Тяжело переболеть. Дочь там. Нет, нет. Но вообще взрослые обычно болеют тяжело. Ну, все равно было как-то дико. Потом, вы знаете, если ветрянка возникает у детей, например, младшего возраста или у новорожденных, вот после рождения больной матери ветрянкой, то она может привести даже к летальному исходу. Единичные летальные исходы от ветрянки встречаются в России каждый год, наверное. Ну, в любом случае, ветрянка, это жительная оспа, как вы сказали. А оспа, ведь, как известно, хвороба такая нехорошая, мягко говоря. Другая натуральная оспа, это совсем другой возбудитель. Тем не менее, если оспа, наверное, все равно родственные вещи какие-то. Я просто, вот мы плавненько подошли к вопросу, как раз хотел поговорить о том, есть ли шанс, что в нашу жизнь могут вернуться такие, да подзабытые, наверное, болезни, как та же оспа или чума. Я почему вопросы затронул, потому что я вспоминаю, ну, я знаю, что в 77-м году было принято решение, что оспу мы победили. И в 80-м году, я прекрасно помню вот эту передовицу в газете, такими арширными буквами, оспы нет на нашей планете. То есть сейчас, насколько мне известно, оспа, она находится в лабораториях. Да, вирус натуральной оспы находится в двух лабораториях на земном шаре. Это один в России, другой в США. Вот это и страшно, что в США. Да. Ну, а насчет вашего вопроса, вот эти болезни, что вы перечислилили, чума, натуральная оспа, геморрагические, вирусные лихорадки, они все относятся к классическим, особо опасным инфекциям. И они всегда тоже сопровождали человека. И человек за многие сотни лет выработал мероприятие. Ну, в нашей стране они узаконены, они общеприняты в медицине. Узаконены на международном уровне правила санитарного контроля, которые на границах существуют, которые нужно применить, когда происходит какой-то инцидент с этими заболеваниями. То есть эти правила, они все прописаны, все известны, медицинские работники тренируются на случай выявления этих заболеваний. Это все известно. Вот если бы, не хочется в политику углубляться, но если бы не было вот этой ситуации, которая сейчас у нас существует, то можно было бы говорить, что вот эти вот, в нашей местности, возможно, заболеваниями, этими особо опасными заболеваниями, если произойдет занос откуда-то из-за рубежа или из, допустим, природного очага чумы может такое произойти. Это достаточно единичные случаи или которые будут иметь небольшое распространение всеми этими известными мероприятиями. Мы их ликвидируем, то есть очаг будет быстро ликвидирован. Но вот теперь существует достаточно серьезная угроза биотерроризма, которую, в общем-то, обыватели, обычные люди, они, конечно, ее недооценивают. А последние события показывают, что она достаточно реальна, потому что применение биологического оружия, ведь не зря существует конвенция о запрете биологического оружия. Люди тогда еще, когда ее принимали, они понимали, что это очень опасная вещь. биологическое оружие не требует таких серьезных денег на создание такого количества вещества, которым можно поразить большое количество людей. И, в общем-то, средства доставки биологического оружия, скажем, в густонаселенную местность, они тоже очень просты. И защититься никак мы не можем. То есть, если, не дай бог, будет применено вот такое средство биологическое, ну, это уже биологическое оружие, на самом деле. Ну, это биотерроризм. Тогда, конечно, будет и чума, и оспы, и что будет доставлен, то и будет. Ну, в любом случае, будем надеяться, что этого не произойдет, хотя, конечно, тревожные звоночки, вот они, сопредельных государств уже посыпались, и наше министерство обороны говорило, что на территории Украины уже были попытки, что называется, заброса, по крайней мере, разрабатывались попытки заброса того же птичьей гриппы и прочих-прочих вот этих болезней. Поэтому хочется верить, что наши ученые, и военные, и составляющие справятся с этим безобразием, хотя... Хочется верить, надеяться на здравый смысл все-таки хоть какой-то. Ну, то, что у нас со здравым смыслом все в порядке, это вне всех сомнений, а вот что касается наших заклятых друзей, здесь вопрос такой спорный, ладненько. Давайте лучше поговорим о медицине, но после рекламы. Вот и пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему в эфире программа «Врач на дом». По-прежнему у нас в гостях врач-эпидемиолог, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Владимирской области Наталья Владимировна Широбокова. Вы знаете, Наталья Владимировна, пока мы были на рекламе, вспомнилось мне такой четверостишья Пьера Дарансара, такого поэта французского возрождения. Весь мир театр, мы все актеры по неволе, всесильная судьба распределяет роли и небеса следят за нашей игрой. И вот, наверное, кто-то на самом деле следит за нашей игрой и наблюдает, как мы пытаемся уберечься от всех этих многочисленных хвороб, которые на нас накинулись, набросились и грызут нас со всех сторон. Я подозреваю, что уберечься от инфекционных заболеваний, наверное, самый правильный вариант это вакцинация, прививки. Давайте об этом поговорим. Вы совершенно правы, я уже об этом начала говорить. Но вот подтвердить это можно чем? Например, среди вот всех этих 74 заболеваний, которые были выявлены на территории Владимирской области в прошлом году, не было ни одного случая дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи, полиэмилита. То есть это все инфекции, которые контролируются вакцинацией в течение уже многих лет. То есть наша работа действительно в этом отношении эффективна. Существует, как вы знаете, национальный календарь профилактических прививок, который постепенно и постоянно расширяется. Для чего это делается? Опять же, вот про постановление правительства о увеличении, ну, одной из задач, поставленных президентом, является увеличение продолжительности жизни и активной жизни, да, и вакцинация в этом играет очень большую роль, потому что вопреки, ну, общепринятому мнению, ну, как, обычные люди все-таки думают, что вакцинировать чаще всего нужно детей, а взрослый, он сам по себе может спокойно прожить. Это неправильно. Разумеется, сначала мы защищаем детей, потому что у них нет этого иммунитета, и матери их уже тоже были просто вакцинированы, а не болели большинством из этих болезней. То есть от матери не может передаться такой стойкий длительный иммунитет никак. Вот. Поэтому мы защищаем детей, но и этот иммунитет нужно поддерживать в течение всей жизни, потому что возьмем такую инфекцию, от которой недавно, совершенно, ну, как недавно, с 2014 года введена вакцинация, например, пневмококковая инфекция. В национальный календарь введена прививка против пневмококковой инфекции детям, начиная с двух с половиной месяцев. Вот. Почему мы защищаем детей? Потому что пневмокок, смотря вот где он поселится в организме человека, он вызывает разные заболевания. Мы защищаем детей от отитов, пневмонии и менингитов. Это болезни, которые очень тяжело переносятся детьми. И одновременно мы защищаем взрослых, особенно взрослых, которые пожилые, бабушки, дедушки, которые с ними сидят. Их тоже надо защитить от пневмококков, потому что их иммунитет тоже не справляется уже с возбудителями, которые попадают к ним в организм. И наиболее поражаемые вот этим пневмококом категории лиц это дети маленькие и пожилые люди. Вакцинация от пневмококковой инфекции показана, причем показана одновременно с вакцинацией против гриппа. Вот сейчас идет вакцинальная кампания против гриппа. Пожалуйста, спрашивайте, если вы ни разу не прививались от пневмококковой инфекции, в прививочном пункте, то есть в прививочном кабинете поликлиники могут ли вам сделать прививку от пневмококковой инфекции? Она делается взрослым однократно. То есть один раз раз в жизни? Да. Почему это важно? Потому что когда может быть вызвана у человека развиться эта пневмококковая инфекция? Тоже не сама по себе. А после обычно любой вирусной инфекции здоровый человек переболел вирусной инфекцией и все, и выздоровел, пошел на работу. А пожилой человек ослабленный например хроническим заболеванием легких, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями с диабетом, с ожирением, организм после вирусной инфекции присоединяется к бактериальной инфекции. И очень большая часть этих бактериальных инфекций вызвана именно пневмококком. То есть прививая человека от гриппа и пневмококка одновременно мы защищаем и от вирусной инфекции и от ее осложнений, которые утяжелят эту вирусную инфекцию. Поэтому вот этим категориям лиц, а также лицам, которые очень имеют большой контакт с другими людьми, то есть это медицинские работники, учителя, работники транспорта, нужно делать эту прививку. Эта вакцина для взрослых она не поставляется федеральным бюджетом, то есть не как детская, она закупается за счет средств области. Сейчас она имеется в ряде поликлиник, еще в октябре будет поставка, то есть этот сезон мы должны людей защитить. То есть это для прививающихся, как я понимаю, это бесплатно? Это бесплатно. По ОМС идет, да? Да. Понятненько. Вот понятно, что сейчас идет ну такая противогрипповая кампания. Да. Можно ли одновременно прививаться и от невмокока, и от гриппа, и разумеется от ковида? И нужно ли, скажем так, прививаться сейчас от ковида? Ведь ни для кого не секрет, что ну когда вот ослабление вот этого ковидной ситуации произошло, ну у большинства людей прививка что называется закончилась, сгорела. То есть полгода. Да, большинство людей переболело микроном в феврале-марте. Да, да, да. И сейчас полгода как раз прошло. Да, либо привитые были, то есть кто привился даже бустерной дозой, в любом случае уже полгода прошло. То есть надо ли прививаться? Потому что вроде бы, как вы уже говорили, что ковид есть, но вроде болеем ему полегче. Ну, мы работаем по федеральным документам. Пока у нас имеются методические взрослого населения от ковида, в которых указано, что до достижения коллективного иммунитета в 95% считается, что у нас сейчас экстренная иммунизация, которая должна быть раз в полгода. То есть сейчас надо вакцинироваться опять от ковида. Как только у нас, судя по этим рекомендациям, достигнется уровень коллективного иммунитета в 95%, будто бы, значит, перейдется на плановую иммунизацию, которая будет раз в год. Пока у нас вот такие рекомендации. Изменятся рекомендации, мы будем также рекомендовать пациентам по-другому. А сейчас пока так, раз в полгода. И насчет одновременности. Существует рекомендация, что можно делать одновременно прививки от ковида и от гриппа. Рекомендовано делать прививки одновременно, если вы там от ковида, допустим, раньше привились или не хотите, от гриппа и пневмокок, это нужно даже совмещать, потому что они друг другу помогают. Очень бы хотелось ученым выдать такую рекомендацию, чтобы можно было все три прививки или ковида с пневмококом делать, но пока они еще не решаются. Буквально недавно, я об этом слышала от ведущих ученых такой материал, что еще недостаточно изучено это взаимодействие. Пока не нужно. Через месяц можно сделать, если вы решили сделать три прививки. То есть, условно говоря, одновременно мы делаем от гриппа и от ковида, пережидаем месяц и пневмокок. Да. Кроме вот этих вот трех, ну по большому счету, прямо скажем, обязательных прививок. Ну сейчас, да, в настоящее время. Кроме этих трех обязательных прививок. Какие прививки следует делать еще взрослым людям? Ну, про детей не будем говорить. У детей существует календарь, всем понятный. И педиатры знают, родители могут это все узнать. Взрослые люди подлежат прививкам от дифтериста лобняка раз в 10 лет под лопатку. Вот. Затем взрослые люди подлежат прививкам от вирусного гепатита B. Если вы прививались, например, вот у нас начали прививать детей в школе где-то 1990-х годов рождения. То есть, если вы старше, то, скорее всего, вы эту прививку в школе не делали. Вот. Она делается трехкратно. Так, если старше 1990-го года? Если старше, ну, да, старше 1990-го года. То есть... То есть, в советское время прививки не делали? Да. Вот. Она делается взрослым трехкратно. В день вакцинации через месяц, через 5 месяцев. А еще раз, что это за прививка? От вирусного гепатита B. Вирусный гепатит B передается половым путем и через кровь, при манипуляциях. И сейчас небольшая заболеваемость острым вирусным гепатитом B. Но прививаться все равно нужно, потому что в 90-е год была очень большая заболеваемость. И вот эти люди, которые переболели вирусным гепатитом, они никуда не делись, они остались так называемыми носителями. То есть вирус в организме сохраняется, пока человек сильный, здоровый, он ему не мешает. но он в итоге все равно приводит к поражению печени. И кровь его также является инфицированной. То есть этот человек является потенциальным источником вирусного гепатита B. И если сейчас практически не бывает заражений, обусловленных оказанием медицинской помощи в государственных клиниках, то есть требования к государственным клиникам сейчас очень сильные. Ну и к частным клиникам тоже. Но остаются какие-то такие получастные скажем салоны красоты, там какие-то может стоматологии мелкие. Я не хочу никого обвинять, но возможности нарушить вот этот режим, то есть инфицироваться через медицинские манипуляции все равно остается. И большой процент возможности инфицирования это все-таки половой путь. А он такой же путь, как при ВИЧ-инфекции, как при всех инфекциях передающих медицинских. Я вспоминаю главного санитарного врача России в прошлом Геннадий Онищенко, он как раз относительно гепатитов В, он говорил, что самый прямой путь тату-салон. Я уж не знаю, так ли это, не так ли, но тем не менее он говорил, что вот номер один на следующий момент. Не могу сказать. Я думаю, что все-таки требования во-первых к ним меняются и сами технологии их меняются. Обработка может... Сейчас появилось ведь множество всяких способов и быстрой стерилизации. Ну, салон, который следит за своей репутацией, он в принципе должен это применять и органы Роспотребнадзора также осуществлять там проверки. На тот момент может быть это было и так. Сейчас ничего не могу сказать. Все равно по классике жанра прошлась по коже иголка-иголочка и так далее. А вот корь. От нее надо ли прививаться? Да. Не договорила я про корь. Корь это тоже обязательная прививка для взрослых. В национальном календаре написано так, что подлежат взрослые непривитые от кори, не имеющие данные предыдущих прививок, не болевшие. То есть, если у вас сохранились данные детские, скорее всего прививка эффективна. Если у вас данные потеряны, вы никому ничего не докажете. То есть, надо сходить прививку сделать. Но это не вредно будет второй раз? Нет. Вы знаете, мы прививали людей, которые и ранее привиты. Она легко переносится, однократно делается. Но еще есть один вариант возможности. Если вы не хотите категорически делать прививку, можно сделать анализ на напряженность иммунитета к коре в любой частной клинике. Там покажут, есть у вас антитела в достаточном количестве или нет. Там есть четко ограниченный уровень защитный. Еще есть прививка против краснухи. Женщина до 25 лет, планирующая беременность, не болевшая краснуха, тоже должны прививаться от краснухи, чтобы не было поражения плода. Вы знаете, о чем я хотел еще поговорить. Я хотел поговорить об антипрививочниках. Есть такая категория граждан у нас. Я помню в 2000-х, где-то в середине 2000-х, и фильмы снимали, где только не говорили, заразу организм, заносим и так далее. И людям, собственно говоря, сложно было доказывать, что та же оспа и полимелит, которую вы вспомнили. Ведь в 50-е годы каждый десятый перекошный ходил. Даже в Евпатории, насколько мне известно, был профилакторий по полимелиту. Сейчас все в советское время его уже прикрыли, потому что прививки начали делать. То есть мое это глубокое убеждение, что прививки помогают. А как это доказать нашему сограждану? Ведь я, опять же, вспоминаю высказывания философа французского Франсуа де Ларашуко. Увы, нам дают советы, но только не дают разума ими пользоваться. Совет врачи дают, а как достучаться до души, до сердца, до разума? Опять же, опять начинаешь вспоминать, ведь Фан Визин, простите меня, пылю цитатами, Денис Иванович Фан Визин говорил, в человеческом невежестве весьма утешительно считать все тот вздор, чего не знаешь. Здесь и нужна профилактическая работа. Совершенно правильно. Как можно воздействовать на этих людей и достучаться до них? Ну, вот смотрите, тут нужно разделять. Если, например, какая-то мамочка недостаточно информированная говорит, что я не дам делать своему ребенку прививки, это вредно, это не антипрививочник, это просто действительно у нее недостаточная информация, ее никто просто не рассказал ей, что это такое. чтобы доказать, даже не доказать, чтобы вообще понять, что прививки действительно приносят пользу, нужно обратиться просто к истории медицины. Вот просто почитать историю создания этих вакцин. Как они создавались, как у этих докторов люди матери стояли под окнами и просили ради бога спасти их детей. Как они сами себе делали прививку. Сначала самозаражение, а потом прививку. То есть история медицины очень интересна. Этих мамочек можно убедить путем беседы с педиатрами. Тут очень большая роль лечащего врача. Если педиатр вылечил ребенка от какого-то заболевания, значит мамочка ему доверяет, значит этот педиатр и должен ее убеждать о необходимости сделать прививку. А антипрививочники, как-то называемые, это тоже две категории. Либо они просто ничего не хотят знать, и они просто очень тупо агрессивно себя ведут. Их не переубедишь. И вторая категория это проплаченные антипрививочники. Они очень хорошо проплачиваются. Вы сами говорите, фильмы снимают. Их переубеждать с ними бороться совершенно не эффективно и не нужно тратить на это время. Нужно тратить время на просвещение и убеждение и донесение реальной информации населению. И поэтому населению рекомендовать проверенные источники информации. чем мы собственно говоря и занимаемся. У нас к великому сожалению время наша программа пролетела. Осталась одна минуточка. Мне остается напомнить, что у нас в гостях была Наталья Владимировна Широбокова, врач-эпидемиолог, главный нештатный специалист Департамент здравоохранения Владимирской области. Наталья Владимировна огромная. спасибо за интересную беседу, за то, что в вашем плотном графике нашли время побывать у нас спасибо вам огромное за ликбез. Мне хочется верить, что кто-то до кого-то мы сегодня достучались, кто-то нас услышал, кто-то принял во внимание ваши доводы. Я к вам обязательно приду, это я вам обещаю прелюдно. Ну а теперь мне остается сказать нашим телезрителям огромное спасибо и до новых встреч в эфире. Будьте здоровы.